Здравствуйте, друзья, с вами Геоэнергетика.Инфо Максим Радайкин и Борис Марсанкевич. Всем добрый день. Сегодня решили выйти с таким вот breaking news, жареные факты, вот не в нашем стиле, но не смогли себе просто отказать. Радио Спутник, Северный поток 2, когда возобновится строительство? Очень интересный вопрос. Да вообще это свежательно, это вот совсем недавно произошло. Гости Александр Рар, научный директор германо-российского форума, немецкий политолог Сергей Кондратьев, старший эксперт института энергетики и финансов. Зачитаю только конву. Немецкие экологи подали иск против строительства Северного потока 2, из-за чего работа по строительству газопровода приостановлена. Теперь решение будет принимать в суд, но пока до конца мая вести работы нельзя. Претензии касаются еще незавершенного участка трубопровода в исключительно экономической зоне Германии. Ранние экологи уже жаловались на строительство газопровода, отвечая, что прокладка Северного потока 2 вредит природе, но суд тогда отклонил иск. Чем закончится разбирательство с активистами на этот раз и как приостановка строительства газопровода повлияет на срок решения, обсуждали на спутнике. У меня есть определенный комментарий, но, Борис, прошу пояснить ситуацию. Я сейчас попробую очень корректно. Спутник я люблю и уважаю. Беседы двух уважаемых экспертов о том, как приостановленная работа там, где она не ведется, для меня остается загадкой. И Фортуна, академик Черский находится в исключительно экономической зоне Датского королевства. А работу приостановили в территориальных водах Германии. У меня некоторые, как это, диссонал, разрыв шаблона. Многие не смотрят на карты, во-первых. Я думаю, что будет неудивительно, если строительство Северного потока 2 остановит в исключительно экономической зоне Мадагаскара, Австралии и Японии. Да, вот в Японии это было бы очень важно. И еще неизвестно, как с работами в территориальных водах Чили. Главное, не в территориальных водах Беларуси. Ладно, было и такое в Константинске. То есть, еще раз, вот заголовок и обсуждение. Работы приостановлены. Значит, они велись, и сейчас их остановили. Нет, это неправда. Работы в данном случае ведутся в территориальных водах Дании. Приостановить эти работы в территориальных водах Германии нельзя, потому что там никто не работает. Точнее, они были завершены в Германии и были потом приостановлены. Но они были завершены не потому, что их приостановили, а потому, что их завершили. Давай по порядку. Работы, на самом деле, там еще остались. До конца прошлого 2020 года Фортуна вела работу. Есть два кусочка двух линий. Для первой линии осталось проложить 16,5 километров, по второй 13,9 километра. Это мелководье. Там совершенно спокойно Фортуна там, где могла, отработала. Остались вот эти два кусочка, которые более глубоководны, которые явно отставлены под Черского. Далее. В январе прошлого года действительно экологическое объединение, организация, не знаю, кто его там финансирует, я назову только аббревиатуру НАБУ. Расшифровывать немецкую аббревиатуру я отказываюсь. Я не змеи уст. У меня так язык не поворачивается. Они действительно подали иск. Я могу даже напомнить, в связи с чем. Иск был подан против Федерального морского и гидрографического агентства Германии на выданное этим органам разрешение на строительство Северного потока-2 в исключительно экономической зоне ФРГ. Причины. Северный поток-2 наносит ущерб экологии пяти морских заповедников в Балтийском море. Создает риски находящихся под угрозой исчезновения морским свиньям, запятая, речным миногам и морским уткам. Кроме того, высвободит в заливе Грайсфальта-Бадден 254 тонны биодоступного фосфора. С точки зрения энергетики, по мнению экологической организации НАБУ, дефицита газа в Германии в перспективе не ожидается, так как существующая газораспределительная система покрывает текущие и будущие потребности. Северный поток-2 обеспечит Германию газом, что задержит распространение ВИИ. Газ является таким же убийцей климата, как и уголь. Вот этот иск. Федеральное агентство, против разрешения которого иск был подан 1 апреля, ответило о том, что претензии экологов внимательно рассмотрены, изучены, проанализированы и не соответствуют действительности. Сомнения не подтвердились, разрешение остается в силе. Прежняя экспертиза подтверждена. Точка. Вот этот ответ Федерального агентства по морским и гидрографическим работам Федеративной Республики Германии вызвал недовольство. И теперь административный суд Гамбурга будет рассматривать апелляцию против ответа или МИСК против этого ответа. Все это чрезвычайно интересно, но самое занимательное. Сейчас и Академик Щерский, и Фортуна ведут свои работы в датской исключительно экономической зоне. Правильно? Правильно. С учетом погоды на Балтике, с учетом того, что необходимо обустроить пересечение с Северным потоком-2 труб, которые уже лежат на дне, труб Северного потока-1, работа планируется закончить до конца мая. А сейчас в связи с иском экологической организации НАБУ, разрешение, которое было выдано до конца мая, становится недействительным, пока его не рассмотрит суд. Я не знаю, что хотели добиться НАБУ, но сейчас они очень аккуратно сработали в пользу вот этой швейцарской компании Nord Stream 2 AG. Россия здесь ни при чем, эта швейцарская компания работает. Потому что швейцарская компания в мае, когда действует разрешение, не имеет права выйти на работу, но имеет возможность закончить работу в территориальных водах Дании. Разрешение, которое было дано до конца мая, теперь автоматически переносится минимум на два месяца до конца июля, за что отдельное спасибо от швейцарских газовиков. Акционеров. Акционеров, разумеется, любителям морских свиней из экологической организации НАБУ. Морских миног и уточек. Нет, миноги были речные, свиньи были морские. Точно. Вообще НАБУ и свиньи. Я когда Гранки новостей только смотрел, я вижу НАБУ, я думаю, как это, это вроде украинская организация по противодействию там чего-то. Акциональная, анти, что-то там. Да, 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 да. И, ну, у меня пазл почти сложился. НАБУ в защиту свиней, но тут какой-то диссонанс. Ну, здесь вот, как в какой-то юмористике Райкина, по-моему, было сказано, тщательнее ребята. Нет, это же Ванецкий. Тщательнее ребята надо. То есть НАБУ протестовала против строительства Северного потока-2, но сейчас в результате того, что 4 апреля был подан этот иск, соответственно, федеральный орган вынужден приостановить разрешение, которое было дано до конца мая, что совпадает с производственными потребностями Северного потока-2. Не нужно будет получать новое... Не надо торопиться, не надо спешить. Административный суд Гамбурга продолжает что-то рассматривать. В это время наши корабли-тубоукладчики заканчивают работу в датских водах к тому времени, когда, вероятнее всего, в очередной раз расскажут, что свиньи будут целы, волки сыты. Там морских волков не было, только свиньи, по-моему. Только свиньи. Но если свиньи будут целы, то волки будут сыты. И пока вы с этим будут разбираться, безо всякой суеты, чтобы дальше можно было отрапортовать, работы продолжаются в соответствии с выданными разрешениями. Большое спасибо экологам из организации НАБУ. И, конечно, отдельное спасибо тем, кто сумел дать комментарий относительно вот этого судебного иска о том, что работы приостановлены. Приостановлены работы, которые не велись. Мастерство заголовка? Кликбейт. Все ради просмотров, ротаций и все прочего. Нам остается извиниться перед зрителями, что сегодня мы вынуждены давать комментарии по поводу комментариев. Комментарий на комментарии. Да. Но просто еще раз прошу обратить внимание, что иногда заголовки многих СМИ, не только европейских, но и российских, то есть вот заголовок приостановлены работу по Северному потоку-2, понятно, когда это появилось в европейских СМИ. Там это любят, все там борются с Северным потоком-2, кроме тех, кто умеет считать деньги. Государственные деньги, деньги потребителей газа. Есть еще любители считать деньги, которые поступают в виде грантов, но это отдельная тема. Там это модно. Вот есть иск, приостановленная работа, это красиво. Но когда вот в таком же виде эти заголовки, эти комментарии перекочевывают в российские СМИ, ну, на мой взгляд, вот так делать нельзя. То есть прежде чем ляпать, что приостановленная работа по Северному потоку-2, надо все-таки вчитаться и заголовок сделать в соответствующем действительности, а не... Не будем портить на строительство. Еще раз большое спасибо немецким экологам за то, что они помогли справиться компанией Nord Stream 2 AG со строительством Северного потока-2. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе. Если данный формат зайдет, ну, будем сидеть разбирать заголовки новостей. Можете даже присылать наиболее удачные с вашей стороны вот набу, морские свиньи, приостановленная работа, красиво. Красиво в праздничные дни, отчего бы не поднять настроение. Всем спасибо за внимание. До новых встреч.